Армения 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 стороной. Почему-то это самое давление ни разу не было оказано на Армению, хотя факт оккупации азербайджанских территорий был признан на международном уровне. Более того, вместо прессинга на взорвавшегося агрессора предпринимались иезуитские попытки уравнять его жертвы агрессии. Сегодня Армения призывает к международному давлению на Азербайджан, по-прежнему рассчитывая на двойные стандарты. Именно они подразумеваются под инструментарием международного сообщества, который, по словам Агаджаняна, необходимо задействовать для обеспечения мифических прав армян Карабаха. Впрочем, есть серьезные подозрения, что Армения и сама не верит в успешность своей так называемой новой стратегии. Судя по всему, анонсирование этой затеи рассчитано исключительно на внутреннее потребление с целью создать видимость хоть какой-то деятельности. При этом главным месседжем, адресованным властями армянской общественности, является констатация от того, что Армения больше не питает никаких иллюзий относительно Карабаха. По сути, Пашинян умывает руки и дает понять, что не в силах дезавуировать признание территориальной целостности Азербайджана. Дальнейшее сопротивление не просто бессмысленно, но и чревато для Армении риском исчезнуть как государство. Надо полагать, Пашинян это уже понял и теперь пытается донести до соотечественников в удобоваримой форме. Разумеется, внедрению этой установки в сознание масс будет активно препятствовать оппозиция, все еще надеющаяся выжить максимум из карабахской истерики. Противники Пашиняна уже назвали итоги пражских переговоров оглушительным провалом, зафиксировавшим отказ руководства Армении от реваншистских прожектов. Призывы к насильственному свержению действующей власти зазвучали с новой силой. Вдобавок оппозиция требует немедленно денонсировать признание территориальной целостности Азербайджана. Между тем, провал провалом, но в Праге Армения получила реальный шанс. Шанс вырваться из замкнутого круга, в который она загнала себя прежними просчетами. Не воспользоваться этим шансом было бы неописуемой глупостью, граничащей с безумием. Тем более, что другой такой возможности вполне может и не представиться.